Здарова, народ! С вами Коди, как ваши дела? Сегодня поговорим про YouTube HLS. Что такое вообще HLS? Первое. HLS передает все наши данные нашего потока не через RTMP сервера, а через HTTP протокол. Тем самым это более безопасно и более лучше. Второе. HLS совместим с разными кодеками новыми, таких как HEVK, VP9 и AV1. Что нам дает более лучшее сжатие с меньшей потерей качества и меньшей буферизации у людей. И третье. Это то, что из-за вот этой вот всей передачи через HTTP сервера нам дает HLS возможность разным людям с разным интернетом получать меньшую буферизацию и лучшее качество. То есть, по сути, один смотрит с компьютера где-то со скоростью 100 мегабит, другой едет где-то в метро и смотрит через 3G ваш стрим. И по сути у обоих должно все хорошо работать. Но есть огромный, огромный минус. HLS я потестировал. Скажу так. У меня он не работает. Это Краснодарский край. В Сибири эта штука не работает. Казахстан не работает. Грузия не работает. Работает Питер, Москва, Тверь. Сторону Питера от Москвы работает. Вниз Москвы не работает. Чтобы вам в этом убедиться, вам нужно просто запустить и потестировать. Если работает, вам охереть как повезло. Потому что, если вы стримите на YouTube, HLS ваше все. HLS уже в принципе добавили давно. Недавно я Лёхе Волкофрине. Я настраивал звук там немножечко с Голуксоляром, мы там немножко мудрили, да. И я у него заметил в OBS, у него стоит YouTube HLS. Я такой говорю, вот что это? Потому что у меня стояло по дефолту, ну как и всегда, RTMP. Но если открыть все, опуститься в самый низ, у нас есть YouTube HLS. И когда мы выбираем HLS, у нас в выводе добавляется HEVK. И мы можем стримить с помощью HEVK. Можно выбирать HLS, как бы не проблема. Но именно передача через HLS лучше, чем через RTMP. В этом и прикол. И у него это работает. Он такой, о, круто. Попробую и я. Заодно запишу видос. И когда я начал это все дело тестировать, с компьютером, игровым, со стрим ПК, проблем никаких нет абсолютно. У меня только в статистике, если мы берем статистику, у меня по ней жесткая просадка в пропуске кадров. У меня битрейт скачет от 0 до 1000. 0-1000, 0-200, 0-500. А должно быть стабильно там 20-30 тысяч. Сколько ты поставишь? У меня, то есть, ну, сервера где-то отдыхают в Майами, блять, я хуй знает. Греются на пляже. То есть, у меня сервера далеко, поэтому HLS у меня не работает. Но я вам расскажу. Вы можете у себя потестировать, попробовать. Напишите в комментарии, у кого работает, у кого нет. У кого работает, напишите. Работает либо регион, Московская область, да, там либо рядом с Питером. Ну, не именно писать город, если вы не хотите этого. Просто напишите хотя бы примерно координаты, где у вас это работает, чтобы мы могли понимать, где работает, а где нет. Поэтому тестируйте, смотрите. Давайте, смотрите, первое. Выбираем в нашем OBS YouTube. Выбираем здесь HLS. Это первое. Второе. Можете подключать аккаунт, можете не подключать, неважно. То есть, выбираем HLS. Кодировщик можете ставить либо X264, либо HEVK. Тут уже, смотрите, сами по сути разницы там особо почти никакой нету. Вот, опять же, все еще завис от вашей видеокарты. Допустим, с этим мы разобрались. Теперь, что мы делаем второе. Это тоже может быть важно. Заходим в настройки YouTube. Нажимаем создать стрим, начать трансляцию. Нажимаем запланировать. Нажимаем Create New. Допустим, что-то там создается у нас. Не для детей, не надо нам ничего. Далее, далее, ограниченный ставим, либо доступ по ссылке, чтобы вы могли это потестить. Допустим, мы создаем нашу трансляцию. Здесь у нас есть ключ потока. Нажимаем создать ключ. Пишем HLS. Здесь выбираем дополнительно HLS. Нажимаем добавить. Выбираем любое расширение. Не забываем включить 60 кадров. И создаем ключ. И выбираете здесь ключ. Допустим, вот. И только тогда вы запускаете поток в HLS. Но у меня HLS не работает. Я могу даже вам показать. Вот, допустим, вот я сделал закрытую трансляцию. Не применен профиль, так скажем. Допустим, я в него не буду входить. Кто вошел, там понятно, просто выбрали стрим и все. Заходим сюда. Нажимаем копировать. Ключ трансляции. И здесь нажимаем использовать ключ потока. И сюда просто его вставляем. Нажимаем применить. Ок. Теперь я открываю статистику. Нажимаю запустить стрим. Сейчас у меня, по идее, должен пойти. Как вы уже видите, даже еще стрим не начался. У меня уже пропуск. И вы можете видеть, из битрейта тут вообще прям гг. Ну, тут уже видно по просадкам. Тем более, если я начну что-то двигать на экране. Давайте вот так вот сделаем ОБС. Он еще сейчас скодировать что-то, да? И битрейт очень люто скачет от 25 и ниже. И очень лютые просадки по кадрам. И у меня просто идет слайд-шоу. Вот. И такое происходит уже в городах, которые я перечислял. В Москве, в Питере и между Москвой и Питером все идеально. Можете спокойно это использовать. И это будет круто. Те, кто находится в других регионах, вам не повезло, скорее всего. Но, опять же, возможно, это мой провайдер такой, конченный Ростелеком. Еще один минус у ХЛС, это задержка. На РТМП максимальная задержка 30 секунд, минимальная 200 миллисекунд. То есть, в зависимости от, что вы выбираете, наименьшая задержка, минимальная, там, стандартная и прочее. На ХЛС она доходит до одной минуты аж. Вот. Поэтому тут тоже нужно понимать. Но. Качество картинки вот такое. Ну а у меня на этом все. Не забывайте подписываться на канал, чтобы ничего не пропускать. Приходите на стримы на Твиче. Ну и всем до скорых встреч, народ. Не болейте. Пока.